Уже который год подряд местом проведения чемпионатов по аквайс-спорту становится Анапа – самый спортивный город Краснодарского края. Только за прошлый год на территории нашего муниципального образования прошло более 600 соревнований разного уровня по разным видам спорта. И, конечно же, особое место всегда у нас на курорте развития пляжных видов спорта и, конечно же, плавания. Соревнования начались с квалификационного заплыва. На следующий день моржам предстоит провести 10 минут в морской воде, конечно же, соревнуясь, кто за это время больше проплывет расстояние. И в заключении соревнований состоится водная эстафета, но и этого показалось участникам чемпионата мало. Программу моржи решили расширить, так как обрадовались ласковому солнцу и теплой для них воде плюс 8 градусов. Тут собирается группа, которая настойчиво просит, чтобы их пустили на абсолютно первенство по плаванию браса. Ну, мы это примем решение, как правильнее сделать. Ну, 70-летние соревноваться с 20-летним, конечно, трудно, но хотят. Рвутся в бой именно старики. Абсолютно не холодно, абсолютно тепло, абсолютно комфортно. Когда я первый раз начал этим заниматься, я сразу же почувствовал, что это здорово. На самом деле. Никакого дискомфорта нет. В этом-то приятное ощущение. Анапчанка Александра Денисенко отпраздновала в этом году 80-летие. У нее 8 медалей с различного ранга соревнований по зимнему плаванию. Плавает круглый год более 30 лет. Два года назад участвовала в заплыве на 380 метров. В воду первый раз, когда идешь, сердце замирает. Вот я себя приучила так. Когда я в воду захожу, сердце у меня не чувствует воды. Я делаю вдох и вперед. Потом уже выдох и остальное. И на сердце мне не влияет. Хотя у меня порог сердца был уже. Ишемия сердца. Мне запрещали врачи. Давно нельзя купаться. Но я продолжаю, пока Бог дает здоровье. Среди участников чемпионата 5 инвалидов. Слепой Владимир Семин из Анапы занял в этом году на краевых соревнованиях по аквайсплаванию первое место и борется за победу здесь. У меня спортивная подготовка хорошая. Плюс вот это закаливание. И вот это все мне помогло выступить успешно на предыдущих соревнованиях. Планы моржей далеко идущие. А именно проплыть следующей зимой истафету от Анапы до столицы зимних Олимпийских игр 2014 года Сочи. С 20 января по 28 будем здесь. 29 садимся на корабль в форту Анапа. И плывем эти немного, 260 километров по морю. Истафеты. Марафонское будет плавание, истафетное, международный заплыв будет. У нас до 80 участников иностранцев, которые тоже хотят участвовать в этом мероприятии. Вот, да. А комитет олимпийский, паралимпийский с вдохновением восприняли это. Недаром моржи называют себя людьми с неограниченными возможностями. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа. Регион.